всем привет друзья можете видеть маленькую маленькую речку на которой я сегодня приехал и сегодня я здесь буду ловить щуку взял кастинговый комплект с собой немножко воблеров немножко силиконовых приманок ну и всего по чуть-чуть еще закинул потому что не понятно что все не будет вчера прошел очень сильный ливень я был на этой реке несколько дней назад приезжал посмотреть здесь была очень низкая вода и вода была очень прозрачной сейчас видно что вода поднялась и прозрачность скажем так и в норме она чуть-чуть помутнела но это не мешает я думаю клевать рыбе и сегодня пройду сегодня запланировал для себя новый участок я вообще эту речку знаю но на этом участке ни разу не был по карте так он где-то со всеми зигзагами извилинами четыре километра в общем буду ходить пробовать и силиконы воблеры и надеюсь поймать они щуку в этих прекрасных заросших местах пойдемте ловить есть блин сидит нет фиг там завела поклевка была ребят притащил через корягу прямо в этом завале такой мощный удар и получилось что она промахнулась и у меня крючок просто впиндюрился в корягу поклевка была четкая ух ты а вот это уже было очень похоже на окунях такая поклевка была слабенькая тук но была есть есть да на течении палка клюнула сушки я подумал кому-то повисла . прилично идет никто не клюнул можно попробовать еще раз присунуть туда коряги там хорошие где надо либо лезть туда либо обходить попробую обойти малая речка интересно тем что это некий такой можно назвать вот триатлоном наверное поднимаешься спускаешься ходишь по болотам по крапиве вот я прошел очень много реально уже так принципе силы есть идти еще дальше но смысла особого не вижу была лишь одна поклевка щуки это в самом начале пути все остальные места вообще полные гнор я ну не знаю так бывает какой-то день бац и она не клюет я уверен что она здесь есть вариантов несколько возможно кто-то прошел до меня потому что на малой реке как говорится кто первый проходит тот снимает сливки может такое быть я не исключаю этот момент но еще один такой очень показательный фактор я сегодня очень много всплесках головля видел ну небольшого но здесь присутствует в реке но он плескался обычно когда на этой речке щука активно головой все такого не позволяет то есть скорее всего ну просто щука в коматозе сейчас вернусь обратно хочу переехать на другой водоем там тоже и щука и просто вообще сравнить дело в речке или это общее такое глобальное поведение щуки сегодня пойду обратно к машине что переехали на абсолютно другой водоем это небольшая такая лужа я даже не знаю как назвать пруд за пруда болото такое мне сегодня повезло достаточно много открытой воды всю рязку сбила в один конец пруда что посмотрим как здесь вся щука чувствует вообще есть вообще как она клюет чтобы сделать какие-то выводы или у нее сегодня просто не клевый день либо там где мы были в первый раз она не клевала пойдем пробовать он она ну а я 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 зацепилась на колебалку веточка какая-то она прям вышла была килевая волна такая из-под куста но она не атаковала где-то там сидит все попробуем и добить так сказать вот она ну есть были вы даже не знаю друзья это она же выскочила которые атаковала дважды или это другая но я размочил наконец-то сегодняшний счет колебалка форест мил восьмиграммовая многие знают эту колебалку как форелевая ну вот в таком более скажем так тяжелом весе она неплохо ловит щучек вот такая красивая небольшая щучка тихо 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 сейчас мы ее обязательно отпустим пускай она растет опа вода очень прозрачная все поклевки видны вот только приехал на этот водоем и было несколько атак она выходила промахивалась промахивался но в итоге попалась но кстати говоря у меня есть вообще сомнение что я поймал именно ту которую выходила возможно это другая то что она чуть ближе выскочил сейчас продолжим пока на колебалку есть контакты будем ловить на колебалку есть я ее прямо видел это не тоже которая была я увидел щуку в поляре как друзья такая палочка стоит кинул чуть наперед воблером по отвисел она его скушала такая мелкая но мелкой мелкой хотя бы клюет тихо 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 сейчас и вот такой воблерок под и кунька ты давай папа хорошо ушла расти забавно вот она на паузе взяла вот уже покрупнее но и какая она красивая здесь вода кристально чистая здесь очень много ключей бьют водоеме вот они такой вот классный окрас я правда не знаю что она есть в этом водоеме потому что мне кажется что все что можно она уже здесь съела так тихо тихо почти как саутин сушен здорово вот приехал на новый водоем и сразу активность и рыба ловится на колебалку поклевки были поставил воблер мелководные на воблер поймал вот практически две подряд и еще была поклевка здорово продолжим сейчас вот ловлю на данный момент на такой небольшой воблер и тума геймер 65 версии суспендер почему именно суспендер оптимальнее всего во первых здесь не очень глубоко здесь максимум может глубина метр и на дне одна трава суспендер очень хорошо висит для пассивной щуки это ну вообще самые самые что ни на есть кайфовые моменты она его с радостью кушает поэтому проводку я делаю сейчас я и вам покажу я забрасываю воблер ок у меня короткое кастинговое удилище 69 длины я делаю несколько таких плавных рывочков и паузу в этот момент у меня воблер висит я могу его поиграть им на месте но в основном вот проводка раз-два и такая пауза она может быть до пяти секунд раз-два и такую паузу то есть выдерживаем где-то в каком-то месте можно вот так каратенечко подыграть какой какой еще нюанс друзья обязательно полизационные очки в водоеме кристально чистая вода если я сниму сейчас очки я вот уже не вижу что происходит на дне то есть ну я вот здесь у берега еще вижу траву там уже подальше я не вижу траву в очках я замечательно вижу где у меня находится воблер вот сейчас пока я с вами разговаривал там травку зацепил где находится воблер и мне очень удобно обводить траву тем самым и в каких-то у каких-то пучков его задерживать и удерживать паузу то есть полизационные очки в прозрачной воде они дают некий плюс для более точечной обработки мест у меня уча стоит не самые удачные модель по расцветке именно потому что вот то что я вам сейчас рассказываю лучше всего делать с какой-то кислотный с каким-то кислотным воблером у которого либо кислотная спина либо желтая спина там оранжевая неважно это не для рыбы в первую очередь важно для нашего визуального контроля через пролизационные очки но просто эта модель здесь очень хорошо работает поэтому я ловлю но на самом деле я его тоже достаточно хорошо вижу не так лучше как кислотный воблер но мне этого достаточно так что забросы я делаю недалекие в основном метров на 30 вот такой вот проводочкой аккуратненьким таким твичом коротким обрабатывают пучки травы видели вот эту вот покрышку вот она лежит место казалось бы да ну щука должна быть вот сколько сюда не приезжая уже несколько лет не клетана у этого колеса и все а раньше клевала вот почему так щука выбирает какие-то определенные места и постоянно ловится в одних и тех же местах я ну не понимаю это действительно нонсенс то есть вот последние года есть определенные какие-то дырки в траве и вот она там клюет стабильно можно просто стоять в эту дырку кидать менять приманки вот здесь не клюет я знаю вот там вот дальше там клюет я пойдем попробуем крапива на самом деле интересный момент я решил проводку поменять я вел медленно решил думаю по агрессивнее буду твичить а как съела его сразу придется воспользоваться инструментом пошла домой глотил воблер казалось бы да проводку до этого делал медленную клевала аккуратно сделала агрессивную проводку взяла заглотил воблер зачем ну слава богу жабры не порождены крючок аккуратно достал поплыла жить друзья несколько слов о моей коробочке которые в кармане я вот лази по болоту у меня три основных типа приманки на которые я ловлю я буквально в каждом месте пробую ловить если трава позволяет это сделать вот это вот резко я пробую ловить на воблер и мину я буквально несколько штучек вот есть вот это все не рабочий не просто разные расцветки и ну немножко разной формы да вот тут лежит четыре штучки основных в этой коробке второе на что я пробую ловить это колебалки в данном случае это форс мил 8 граммов и она очень хорошо планирует она очень хорошо проходит траву я прошу заметить что меня стоит одинарный крючок то есть можно поставить и тройник но так как выдаем просто зарос тины и травой с тройником это будет просто каждый заброс вы будете снимать пучки травы с одинарником это происходит гораздо гораздо меньше вот несколько колебалок разного цвета и неогруженная резина это просто силикон в данном случае у меня кейтэч изишайнер 3-4 дюймовые просто разных расцветок они просто на все там крючки их кидаю в окна травы и медленной подачи опускаю собственно говоря я практически в каждом прогале пробую ловить на три типа этих приманок и вот сегодня на редкость пока на резину я не видел поклевок воблер с колебалкой где-то 50 на 50 то есть в одном прогале почему-то на колебалку нет поклевок на воблер клюет сразу в данном случае несколько минут назад произошло на оборот я здесь покидал воблер не поклевки поставил колебалки поймал сразу поэтому каждая щука она по-разному настроена и нужно обязательно пробовать вот эти основные три типа приманок более чем достаточно вот так вот чтобы поймать эту капризную рыбу другой разговор порсированное вываживание и колебалка приносит результат она вот даже видите как берет аккуратно вот что все не что-то с поведением щуки явно только одна заглотила даже мелкая она как-то взяла ударила из-за подбородочек попалась она воблер там почему-то не клюнула почему-то не клюнула а ну ладно это отпускает плохо вошла в воду 2 балла что друзья сегодня провел этот летний день на двух водоемах сегодня выбрал сначала маленькую речку много путешествовал по ней реально налазился к сожалению по каким-то причинам там была лишь одна поклевка щуки несмотря на то что места очень красивые вода была прозрачная почему рыба не клевала я не знаю переехал на другой водоем и здесь ну скажем так было повеселее но тоже достаточно сложно то есть рыбка включилась буквально в какой-то короткий промежуток времени то есть я здесь провел часа два наверное и вот за эти два часа был где-то минут 30 когда произошла вся основная масса поклевок поймал несколько щучек но было достаточно прикольно сегодня рулили в основном колебалки и небольшие воблеры минул наверно 50 на 50 то есть какая-то щука предпочитала именно подачу колебалки какая-то щука предпочитала подачу воблера минул но неогруженная резина здесь не увидел ни одной поклевки несмотря на то что неделю назад здесь она скажем так работала выбрал сегодня с кастинговый комплект я вообще если вы заметили на небольших водоемах выбираю именно кастинг и короткое удилище потому что работать на коротке лазить по дебрям ну мне гораздо удобнее плюс делать короткие забросы в маленькие уголки в окна травы мне вот удобней кастингом плюс силовой ресурс очень важен я у меня стоит шнур двушка по японской классификации если сядет нормальная рыба я кастингом и и соответственно мощно вытаскиваю но сегодня она не села чё поделать сегодня она не клюнула надеюсь клюни следующий раз все равно сегодня позитив получил погулял все было супер надеюсь вам понравился внешний выпуск но у меня все не все друзья как всегда всем счастливо и до новых встреч